Вы в курсе, что глава Адлежского района отметил 100 дней от приказа? Именно столько прошло со дня назначения Эдуарда Волкова руководителем самого Южного района Сочи. Здравствуйте, я Инга Габеши и на канале ФКТ время программы в курсе. В этой студии мы говорим на самые разные темы, затрагивающие интересы всех сочинцев. 100 дней для управления целым районом срок небольшой, однако сделано многое. Одно из последних достижений – открытие в тестовом режиме новой дороги в районе улицы Православной, которая призвана ликвидировать пробку на выезде с Гастелло на Ленина. Как родился и реализовывался этот проект, нам расскажет глава Адлежского района Эдуард Волков. Здравствуйте, Эдуард Владимирович. Добрый день. Наверняка непросто было построить новую дорогу, но другого выхода из сложившейся ситуации, наверное, и не было. Затор из машин, выезжающих из сел, Орел из Умрут, Верина, Лазурная долина на центральную автотрассу стал уже хроническим. Да, с проблемой дорожных пробок, на самом деле, мы боролись давно, смотрели, изменяли схему движения, однако все мы вместе с городом понимали, что эту проблему не решит, и необходимо открывать альтернативную дорогу. Рассматривалось два варианта. Это первый вариант – выезд на аэропорт города Сочи, и второй вариант – это с Петрозаводской на улицу Православную, далее на улицу Ленина. Благодаря главе города мы смогли открыть этот участок буквально недавно, и жители очень довольны тем, что разгрузится на данный момент сегодняшняя пробка, которая будет. Но это в окончательном решении не решает той проблемы, поэтому на следующий год мы однозначно будем рассматривать тот выезд, который искал на аэропорт. Поэтому будем заниматься этими проблемами. Но пока это как техническая перемычка такая получается. Это не техническая перемычка, это альтернативная дорога выезда с Орла и Зумруд, что, конечно, значительно, очень значительно разгружает движение по улице Гастелло. Поэтому, думаю, это очень значимое мероприятие в этом году. Действительно, дело и значимое, и большое. А будет ли меняться схема движения там? На сегодняшний день знаки уже установлены, и весь транспорт пойдет с улицы Петрозаводской, как я еще раз повторюсь, да, на эту перемычку и будет выходить на улицу Православную. Улица Православная отремонтирована полностью, сделана. Поэтому народ будет спокойно выезжать на улицу Ленина и уходить либо на центр Сочи, либо возвращаться в Адлер. Очень удобно. А ремонт других дорог планируется? Да, ремонт дорог, конечно, планируется. И не только планируется, он делается. Огромная работа проведена по Кудепсинскому сельскому округу. Сделано отварданное верено. Асфальтно-бетонное покрытие там до 10 лет октября. Также отремонтирована улица Мостовая, улица Кузнечная сделана. И в селе Верено улица Табачная и Чайная. Хочется сказать и отметить то, что в Нижнешиловском сельском округе на протяжении 20 лет не делалась дорога. И благодаря Анатолию Николаевичу в этом году отремонтирована дорога. У нас вчера состоялся сход граждан, где граждане все вместе очень сильно благодарили власти города за то, что это сделано. В Молдовском сельском округе отремонтирована на сегодняшний день дорога Тимошевская. И идут работы по улице Геленджийской. Так что огромное количество вопросов и ответов мы находили в этом году. Поэтому огромное время уделяли этому вопросу. Еще один глобальный вопрос и глобальная тема это газификация селу. Программа номер один в городе Сочи в этом году. Как она проходит в Адлерском районе? Да, на самом деле это очень большое достижение. Я хочу отметить то, что в этом году благодаря усилиям властей все-таки мы пустили газ. Я хочу отметить то, что 29 населенных пунктов Адлерского района имеют на сегодняшний день газ. У нас порядка 8 тысяч домов, которые могут подключиться к газу. На сегодняшний день уже более тысячи домовладений пустили газ в свой дом. И порядка 5 тысяч получили техусловия. Опять же хочу отметить то, что благодаря главе города найдено соглашение и договоренность с Межрегионгазом, с Газпромом. О том, что первое сократили рассмотрение заявок с 30 дней до 10 дней. Далее по поручению были созданы штабы в районах, куда вошли представители администрации, представители Газпрома, где именно в округах разъясняли людям, что необходимо, какие документы необходимы. Поэтому эта работа очень пошла, заметно, хорошо и народ доволен о том, что наконец-таки свершилось то, что долго-долго-долго этого ждали. Ну и информационные штабы тоже работают? Информационные штабы работают, проведено более 25 сходов, проведен подомовой обход, то есть людям разъясняется, показывается, что, как делать. Что касается борьбы с самовольным строительством, вот как с этим словом обстоит дело в районе? Да, на самом деле это, можно сказать, тот бич, который присутствует не только на территории Адлерского района, а в целом по городу Сочи. Но хотелось бы отметить то, что на сегодняшний день, в этом году на территории Адлерского района было выявлено порядка 26 самовольных строений. Хочу отметить то, что благодаря усилиям в этом году снесено два многоэтажных дома. Это первый шестиэтажный дом по 65 лет победы, и мы это наблюдали в новостях, как этот снос происходил. И второй дом напротив аэропорта в селе Молдовка также снесены. Я думаю, это очень действенная мера для нерадивых других застройщиков, которые наблюдают, что на самом деле власти принимают меры. Также мы в этом году подали более 70 исков в суд по сносу незаконных торговых объектов. Более 36 исков удовлетворили в нашу пользу. 13 объектов мы уже снесли, два на сегодняшний день находятся на демонтаже. Поэтому эту работу мы ведем, и мы ее продолжим. Это ответственное направление, чтобы наш город был привлекательным и замечательным. Здорово. В последнее время Адлежскому району уделяется на самом деле пристальное внимание. Он стал и центром Олимпиады, и все горнолыжные курорты расположены в вашем районе. Но удерживать позиции лидерства, наверное, необходимо и малыми делами, которые близки каждому сочинцу. Благоустройство, озеленение. Что у вас считается такими делами? Ну, первое, что, конечно, бы хотелось отметить, мы гордимся о том, что у нас есть Олимпийская набережная, у нас есть Олимпийский парк. Жители очень сильно болеют и переживают, и хотят, чтобы наш район был зеленым и прекрасным. Поэтому ко дню города была акция, каждый житель должен высадить дерево. И жители собирались и высаживали огромное количество деревьев. Это, конечно, и Нижнеемеретинской неизменности, и других микрорайонов Адресского района. Поэтому первый акцент мы делаем на то, чтобы посадить деревья, высадить кусты. Далее, конечно же, мы благоустраиваем те территории, которые общего пользования. Мы ремонтируем детские площадки, привлекаем ряд людей, которые тоже не безразличны к своему району. Поэтому многие делают малые дела. Я еще раз повторюсь, это и детские площадки, это и озеленение, это и украшения, это и малые архитектурные формы. Ну, а сейчас вернемся немного в лето, в период курортного сезона. Как он прошел в Адресском районе? Да, на самом деле, этот летний курортный сезон стал очень значимый. Почему? Потому что загрузка наших объектов размещения составила порядка 110%. Это очень большая, в первую очередь, нагрузка была на всю инженерию. И дабы не потерять лицо, мы все усилия прикладывали, чтобы и гости города, и местные жители не чувствовали дискомфорта. Это и санитария, конечно, это и все, что связано с бытием. А бархатный сезон? Бархатный сезон был замечательный, прекрасный. Мы, как говорится, не успели перейти в мертвый сезон, как у нас уже впереди зимний сезон. И хочу отметить о том, что на горнолыжный сезон, на сегодняшний день уже на 90% загрузка всех малых средств размещения, отелей, санаториев на Красной Поляне, на Эсто-садке. Поэтому жители России с удовольствием едут посмотреть наш маленький рай, который создан. То есть мы полностью оправдываем звание круглогодичного курорта? 100%. Однозначно. Горнолыжный сезон вот уже стартует, но не за горами. И Новый год, как Адлер готовится к этому празднику? Клумбы, подсветки, районные праздники? Да, ожидается большое количество праздников. Хочу сразу же сказать, что главная елка в Адлерском районе будет установлена у администрации Адлера. Также рекомендовано всем хозсубъектам, крупным торговым центрам поставить елки у себя на территориях, в торговых центрах, в магазинах. Также предприниматели очень сильно готовятся и болеют, и понимают о том, что приедет большое количество людей. Поэтому оформляются достойно. Те эскизы, которые разработаны нашим главным художником, они выполняют, делают подсветку. Есть также у нас люди, которые небезразлично относятся к своему району и хотят, чтобы центр Адлера, направление Красной Поляны сверкало и горело как самое лучшее. Поэтому приступили к освещению деревьев по улице Кирова, далее там демократическое будет, Калинина. То есть народ небезразлично к этому относится, а наоборот стремится быть лучшими. То есть и в этом хотите отличиться, быть ярче всех на Новый год. Отлично. Подытожим 2016 год и сможете ли озвучить положительные моменты, произошедшие в этом году в районе? Вы сказали о ремонте дорог, газификации. Может быть это и есть положительные моменты, или может еще что-то добавите? Ну одно из основных достижений в этом году, я считаю, это подача газа в трубы. Это та проблема, которая не решалась. И в этом году наконец-таки она решилась и пошел газ. Люди очень сильно довольны. Второй момент, конечно же, очень много мероприятий проходило, значимых мероприятий. Было очень много гостей, работал бизнес. Все довольны, замечательно все проходило. Ну и третий момент, конечно же, на этом нельзя останавливаться и готовиться к будущему году, где не менее будут мероприятия, гораздо больше будут проходить. У нас в следующем году Кубок Конфедерации будет проходить. Это очень значимое мировое событие. Также куда приедут очень много гостей, болельщиков. Поэтому работа уже началась наперед. Плюс в следующем году и в этом году уже работа началась, продолжилась, точнее я скажу, по приведению объектов к единому архитектурному облику. Так как мы готовились к Олимпиаде, были очень множество домов отремонтированы, сделаны крыши, сделаны фасады, сделаны заборы. Но ряд домов уже там облезли, поэтому работа будет продолжаться. И мы должны показать всему миру, что мы лучше. Ну вот еще одни из положительных моментов, насколько мы знаем, у вас произошли ко дню города. Да, ко дню города мы готовились очень тщательно. Готовились не только мы, а и жители Гадлерского района. Значит мы объявили конкурс на лучшие подарки района, да, ко дню города. И одним из победителей представленного эскиза стала, это конечно золотая рыбка. Многие сказали о том, что давайте откроем сквер желаний, где наши гости, наши жители смогут подойти и загадать желания. И нам удалось реализовать это, мы на набережной Чайка открыли сквер желаний, установили там монумент золотая рыбка. Очень прекрасно, замечательно, народ фотографируется, дети загадывают желания. Новая достопримечательность. Новая достопримечательность, очень посещаемая стала. Также была организована и сделана, да, книга истории. Это располагается в нашем знаменитом парке Бестужево, где в 1837 году высадился десант и погиб Бестужев, это писатель. Вот, установили книгу истории, сделали в цветочном оформлении. Также жителям Адлерского района очень это понравилось. И гостям не менее объект стал посещаем, где они также могут фотографироваться, посмотреть, походить, провести замечательное время с детьми. То есть действительно подарки всем, и жителям, и гостям. Да, подарки, да, и жителям, и гостям. А есть ли мечта у главы Адлерского района, вот чего бы хотели еще добиться в самом южном районе города Сочи? Мечта, конечно, есть. Мечта есть, чтобы все были счастливыми, все были радостными, чтобы с позитивом принимали такое количество гостей, которые у нас приезжают. Ну и, конечно, чтобы марку мы не теряли, а были одними из самых лучших курортов. Чего вам и желаем. Спасибо. Спасибо, Эдуард Владимирович, за беседу. Успехов в работе. На сегодня все. Напомню, гостем нашей студии был глава Адлерского района города Сочи Эдуард Полков. Будьте в курсе всех событий города Сочи и, главное, своего района. Всего доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. Благодарим за создание имиджа ведущих «Бьюти Рум Далс» – студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА